Гигантские насекомые, причудливые арки и массивные гнезда. Новая выставка Смитсоновского института размещается не в стенах музея, а прямо на улице. 14 огромных инсталляций установили в Смитсоновских садах, разбросанных по всей национальной аллее. Смитсоновские сады занимают более 70 гектаров национальной аллее Вашингтоне. Они являются внешним продолжением знаменитых смитсоновских музеев и также включают объекты архитектуры, истории и культуры. Первая в своем роде выставка под названием «Среда обитания» наглядно демонстрирует, как растения и животные приспосабливаются к деятельности человека, а также к различным экосистемам. Нашей целью было объединить все наши сады одной темой. Таким образом, мы хотим, чтобы люди увидели, что смитсоновские сады сами по себе являются музеями. А также мы стремимся показать, что из себя представляют различные среды обитания. Защищая их, мы спасаем жизни, ведь экосистемы являются домом для живых существ. Они взаимосвязаны и очень хрупкие. В саду возле смитсоновского замка над водной гладью парят гигантские стрекозы. Инсталляция «Присутствие стрекозы» рассказывает о важной роли, которую в природе играют эти насекомые. Здесь мы представляем концепцию индикаторных организмов, например, стрекоз. Если вы хотите знать о состоянии заболоченной местности, спросите об этом у стрекоза. Присутствие стрекоз говорит о здоровом состоянии экосистемы, а отсутствие индикатора того, что эта экосистема нужна в работах по сохранению. Скульптура вашингтонского художника Фуна Шема «Арки жизни» демонстрирует роль, которую древесина играет в обеспечении среды обитания для многих живых организмов. А стилизованные деревянные скульптуры кузнечиков и пчел одновременно служат домом для настоящих насекомых. В этих инсталляциях будут жить насекомые на протяжении всего сезона, то есть студии смогут увидеть то, что обычно происходит на земле и остается для нас незамеченным. Фигуры заполнены органическими материалами таким образом, чтобы в них присутствовали полости, которые могут служить домом для насекомых. Четырехметровый деревянный гриф в парке возле Национального музея американской истории, похожий на гигантскую дверную ручку, иллюстрирует, как огромная разветвленная сеть связывает между собой живую природу. А у Национального музея естественной истории свиты крупномасштабные реалистичные птичьи гнезда. В инсталляции гнезда мы создали шесть гнезд из разных экосистем. Одно из таких гнезд – городское гнездо. Таким образом мы показываем, как птицы сумели адаптироваться к жизни в городских условиях, используя при строительстве гнезд веревки, коробки, бутылки. Эти предметы птицы в основном используют для украшения гнезд, чтобы привлекать партнеров. Иногда в гнездах можно увидеть и сигаретные бычки. Так птицы избавляются от вредителей, например, от клещей. Все инсталляции среды обитания связаны не только между собой, но и с коллекциями музеев, возле которых они располагаются. Выставка продлится до декабря 2020 года. Максим Маскальков, Сергей Маскалев, Михаил Маисурадзе. Вашингтон.